Добрый вечер, уважаемые телезрители и радиослушатели, в эфире наша миролюбивая программа «Информационная война». 17 февраля на дворе, среда, такой, знаете ли, середина недели, торговый день, такой подвижный, деловой, и большое количество вопросов поступило на электронную почту, и сегодня мне даже по дороге на работу задали вопрос, вот какого порядка. Телезритель общается со своими, в общем-то, бывшими сослуживцами, даже, ну, как бы коллегами, они работали в одной торговой компании, и старая история, что мы там ватники, коврады, и с той стороны, в общем-то, есть непонимание. Тема возникла, связанная с тем, что мышление, как сказал телезритель, людей, находящихся по ту сторону Чангара, оно заключается в том, что мир у них стал либо черным, либо белым. То есть, либо ватники, либо украинцы, другого, третьего не дано. И вот этот черно-белый мир, на самом деле, он и является основной проблемой во взаимопонимании. И телезритель задал вопрос, неужели не существует какого-то третьего взвешенного, трезвого взгляда на жизнь, при котором, в общем-то, понятное дело, что мы там выступаем за что-то, но при этом мы объективно можем рассматривать какие-то вопросы. И я на самом деле согласился. То есть, во всех разговорах с украинцами, во всех разговорах с либералами, которые от бандеровцев отличаются только тем, что они в настоящий момент не имеют на руках Калашниковы, и не занимаются грабежом населения, и не стоят на блокпостах, а просто либералы, они как бы идеологически это все подкармливают. Они рассказывают о том, что России это все плохо, а украинский проект это все хорошо. Даже задают вопрос, а зачем вы стояли на Майдане, они говорят, для уверенности в завтрашнем дне. Шуточка даже есть такая, зачем вам завтрашнее дно. И вот в этом смысле диалог, на самом деле, само мышление построено на таком стереотипе, что либо черное, либо белое. Но при этом стоит понимать, что все население Украины примерно соотносится вот в таком численном соотношении. То есть 30% это убежденные бандеровцы, либо сведомые украинцы, которые вовлечены всей своей душой в украинский проект. Они себя считают, самоидентифицируют как украинцы, причем идейные или сведомые. 30% это убежденные русские люди. Даже если у них в паспорте стоит паспорт украинский, или они родились в Советском Союзе, и там была запись, что они украинцы. Тем не менее, они себя считают частью русского мира. Они говорят на русском языке. Они понимают, что все экономические связи должны быть завязаны на большую страну. Мы сегодня, кстати, поговорим о едином экономическом организме Советского Союза, что получилось с Украиной, когда она отошла. И вот эти 30% они, в общем-то, не афишируя, не проявляя себя, они являются теми ватниками и колорадами, которые те 30% всячески пытаются выявить и загнобить. Все остальное население это неопределившееся. Причем, поскольку в стране доминирует сейчас мода, общественное мнение, связанное с украинским проектом, то эти неопределившиеся, естественно, находятся ближе в сторону бандеровцев. И получается, что примерно 70% украинского населения сегодня, с нашей точки зрения, находятся во тьме. У нас ситуация немножко другая. У нас примерно все то же самое. 30% это либералы, причем либералы не только крупный бизнес, не только люди, ну, например, зарабатывавшие, либо познавшие хороший уровень жизни, там, будучи чиновниками, там, и так далее, и так далее. 30% это действительно люди, которые считают, что Запад, западный способ стояния на земле, западный способ экономики, связанный с прибылью, связанный с возможностью откладывать прибыль, например, в офшорах с английской юрисдикции, это тоже 30%. 30% это активные сторонники русского мира, которые являются людьми убежденными, самоидентифицирующими себя принадлежностью к русскому миру. Еще раз подчеркну, русский мир – это не этническая принадлежность. Слово «русский» – это прилагательное. То есть народы, которые живут на территории Российской Федерации, татары, евреи, армяне, украинцы, так называемые русские, которые на самом деле до 20 века назывались русины, руснаки, литвины – это русы. То есть народ называется русы, а русский – это прилагательное, которое цивилизационно накрывает все народы, живущие на территории России, разговаривающие между собой языком межэтнического общения, которое называется русский. Так вот, получается, что поскольку у нас доминирующая идеология и все-таки русская, то получается, что неопределившихся, а их примерно столько же, они все равно имеют крен в сторону русского мира. И поэтому получается, что с нашей точки зрения 70% – это, тем не менее, люди, которые являются патриотами в том или ином смысле. И получается, что весь диалог происходит на уровне черное-белое, и найти точки соприкосновения практически невозможно. То есть все аргументы с той стороны наталкиваются на аргументы с этой, а поскольку люди разговаривают о черном и о белом, не пересекается разговор, и люди друг друга банят, разговор на этом прекращается. Основной задачей любого общения с украинцами на сегодняшний момент, они на самом деле находятся в депрессии. Они прекрасно понимают, что два года назад они, даже те, которые вышли на Майдан, которые его финансировали, его способствовали, они сейчас упали в бизнесе. Капитализация их предприятий стремится к нулю, а рентабельности особой, заработки упали, коммуналка выросла. То есть, в общем-то, все то, за что они стояли, оно навернулось медным тазом. И даже поговорка есть такая, что не рассказывайте никому, зачем вы стояли на Майдане. Лучше говорите о том, зачем вас туда поставили. Это она на самом деле отражает смысл этого действия. Но поскольку они находятся в депрессии, а мышление либо черное, либо белое, объективного, срединного пути никто не обсуждает. А поскольку они в депрессии, то они, конечно, безусловно, исповедуют вот какой подход. Я устал от политики, пункт первый. Я буду думать только о хорошем. То есть, вот эти все проблемы, весь окружающая война, конфликт с ватниками на Донбассе, коммуналка, связисти концы с концами. Я буду лучше думать о хорошем, но при этом не думать об объективной ситуации, которая сложилась на сегодня. И получается, что для того, чтобы наладить диалог, нужно откинуть вообще все, что связано с черным, все, что связано с белым, и говорить только об объективной реальности. Никто не говорит, что плохо думать о хорошем. О хорошем думать надо. Но если это конструктивное думание, которое подразумевает какое-то делание, то тогда возникает вопрос об объективной оценке ситуации. И вот этот побег из реальности, когда люди оценку объективную даже не пытаются делать. Украинцев очень многих, знаете, такой стереотип, я вот буквально разговаривал на днях с одной парикмахершей, поддерживаем контакты с рядом людей на территории Украины, она говорит, ну, приходят женщины, обеспеченные даже, или в прошлом обеспеченные, в парикмахерской проводят там какое-то определенное время, разговор, безусловно, заходит и о политике, и общий вектор рассуждений примерно такой. Не, ну а что мы можем сделать? Лучше думать о хорошем, как-то уладиться. Причем как-то уладиться, ну, совершенно, ну, независимо от самих усилий. Но когда возникает диалог с кем-то, кто исповедует идею русского мира, сразу же система свой-чужой, черная-белая, а вот объективную реальность никто не обсуждает. Поэтому с точки зрения рекомендаций, как улаживать все эти, ну, скандальные разговоры, что там греха таить, ни в коем случае не обсуждать ни бандеровцев, ни русских, ни ватников, ни колорадов, ни сведомых, потому что это все равно разговор ни о чем. Нужно говорить о реальных вещах. То есть понятное дело, что вся целевая аудитория, с которой приходится разговаривать с той стороны, она понятное дело неоднородна. Там есть люди, которые реально заработали на Майдане. Есть профессиональные украинцы, которые извлекают выгоду из того, что в стране совершен государственный переворот. Помните, как у места встречи изменить нельзя? Там у него лежбище, там у него интерес. С этими людьми бесполезно разговаривать о реальности, потому что их реальность непосредственно связана с той ситуацией, которая сложилась на Украине. Это люди, которые во власти, это люди, которые победили на ряде прошедших выборов, которые стали мэрами, там, всякими главами советов, там, и так далее, и так далее. То есть чиновники, которые под флагом партии, там, Порошенко или других, они пришли ко власти и, в общем-то, начали делить этот пирог. Это аудитория, понятное дело, с ней говорить бесполезно. Есть люди, которые до Майдана, например, мужчины, в основном-то мужики, речь о них, они как предприниматели, как они, не состоялись, в руках нет профессии, но вдруг, когда оказалась возможность взять либо макет, либо реальный калаш и стать блокпостом возле города и еще избивать с проезжающих машин какой-то верх, то человек тоже стал зарабатывать с государственного переворота. Он нашел себя. Это тоже люди, которыми говорить, в общем-то, о том, что будет с этой страной через пять лет, бесполезно. Он не знает, сколько он собьет с проезжающих машин завтра, послезавтра. А вот есть аудитория, которая на самом деле прокачана телевизором, которая находится в своем круге общения. А помним, что поскольку мода и социальное давление, а это очень сильная вещь. Представьте себе, я не очень уверен, что если бы люди вообще достаточно плохо переживают социальное давление, драку переживают проще, но приходить в коллектив, либо общаться с людьми, которые имеют устойчивую точку зрения, и либо ее не проявлять, либо ей противодействуют, это не все люди могут. Социальное давление – это максимально возможное препятствие непреодолимой силы. И поэтому люди, неопределившиеся из тех 40%, они, безусловно, имеют крен в эту сторону. Они подстраиваются под социальное давление. Так вот, с этими людьми ни в коем случае нельзя говорить о, знаете, вот этих стереотипных понятиях. Ватники, колорады, русский мир, там, западники. Говорить о том, что пишут в аналитических статьях, нужно говорить о том, что интересует повседневно каждую семью, каждую женщину. Каждая женщина психологически отличается от мужчины чем? Ей нужно сегодня накормить ребенка три раза в день. И ее интересуют приход, расход и коммуналка. И вот этот вопрос, все остальные вопросы, они как бы кладутся на этот. Если этот не решен, то мужчины могут разговаривать о чем угодно. О политике, о полете в космос, это неинтересно. Это такая психотип женский. Мужчины, у них горизонт планирования чуть-чуть побольше, но вот это взаимодействие, оно на самом деле определяющее. Женщины во многом определяют поведение мужчин. Так вот, говорить нужно об этом. Говорить нужно о банальных мирских вещах, о том, что было, что будет, чем сердце успокоится. И ни в коем случае не уходить вот в эту, знаете, абстрактную политику, которая на самом деле и призвана ссорить людей. Ведь что происходит на сегодняшний день? Вот эти бандеровцы, которые, их-то на самом деле, я сказал, 30%, это с запасом. Активных, зарабатывающих, у которых там лежбищ и интерес, их не более 12-15%. Это люди, которые являются активными. Это люди, которые, собственно говоря, в соцсетях и создают имидж, что вся Украина сошла с ума, что вся Украина жаждет крови, что даже вот было вот недавно ивент в одном киевском ресторане, провели какое-то такое шоу с публичной как бы казнью российского летчика. Хочу обратить внимание, что эта ивент-акция, как с точки зрения вообще маркетинга, с точки зрения проведения мероприятий, шоу и влияния на социальное общество в длинную, это сделал не украинский народ. Украинский народ на сегодняшний день – это 30 с небольшим миллионов населения. Владельцев таких ресторанов не наберется и 10 тысяч. А конкретно в этом ресторане, где такую акцию провели, сняли на камеру и выложили, что это стало известно всем, на самом деле всего лишь один такой ресторан и один владелец кафе, и один организатор мероприятий, который это все сделал. Это спланированная акция, в которой еще надо посмотреть, собственно говоря, откуда ноги растут, и кто там планировщик. Вполне может оказаться, что этот планировщик вообще не с украинским паспортом. На секундочку. Но создается ситуация, при которой у всех людей, находящихся по эту сторону границы, возникает ситуация, что там все сошли с ума, что там реально вменяемых не осталось. Если они позволяют себе делать такие вещи, которые с точки зрения культуры поведения. Культура — это информация, не передающаяся генетическим путем. Это общепринятые правила поведения в обществе. Так вот изображать публичную казнь, символическую казнь, это на самом деле в русском обществе, это нонсенс, это неприемлемо. Это, кстати, практикуется в некоторых униадских кругах. То есть это практиковалось среди хорватских осташей, вырезавших сербов. Это бандейровцы практиковали и во время Второй мировой войны, и в послевоенный период. То есть это свойственно какой-то локальной культуре, которая на самом деле сейчас осуществляет экспансию на территории Украины. Но возникает обратный ход. Огромное количество, значительно, я вам скажу. То есть я человек, работающий, живущий в социальных сетях и общающийся с русскоязычными гражданами Российской Федерации. Ну, как я сказал, русскоязычные граждане. С россиянами, которые живут в разных регионах России. Там формируется четкое убеждение, что все бандеровцы – это люди какие-то неполноценные. И очень часто слышатся такие, знаете, возгласы – да достала ваша Украина. Да поскорей бы они там все вымерли. И при этом это говорится не о части аудитории, это говорится о всем 30 миллионам народа. То есть планировщики, которые создают стравливание. А мы с вами в нашей программе неоднократно говорили, что международный терроризм – это ирегулярные армии определенных стран, а информационная работа с населением, направленная на стравливание. Причем в данном случае речь идет о стравливании разных частей, по большому счету, одного суперэтноса. Если у нас с вами имена, фамилии, отчества, ну, там, Иван Иванович Иванович, что нам в Украине, что в России, что в Беларуси идентичны? Ну, в большинстве своем. Есть, конечно, вариации. Если мы все говорим на разных диалектах одного языка, он называется русский, ну, то есть, понятно, в Беларуси есть свои акценты, у нас на юге суржик есть небольшой, на Кубани есть небольшие суржики, есть в Вологде свои диалекты, но по большому счету речь идет об одном суперэтносе. То информационная война в данном случае идет в направлении стравливания различных частей одного народа. И вот это на самом деле страшно. То есть, по большому счету, в этом борще, который мы сейчас обсуждаем, кроме капусты, которую зарядили наши западные планировщики, есть еще одна большая доля глупости людей, которые ведутся на такие вбросы, которые рассуждают в логике черное или белое, бандеровцы или русские, ватники и колорады, и при этом никто не дает себе труд сделать оценку объективной реальности. Объективная реальность на самом деле заключается в том, что взяли часть людей, которые сегодня на завтра бегают за длинным рублем для того, чтобы обеспечить семью, накормить, три раза поесть, заплатить за коммуналку, и при этом поднять голову, отвлечься от логики черное или белое, и сделать реальную оценку того, что происходит, люди просто себе не могут. И поскольку социальное давление там в одну сторону, здесь в другую сторону, то оказывается при помощи медийных технологий, которые мы с вами прекрасно знаем, это телевизор, это интернет, это сатанинские обряды, по примеру тех, которые проводились на Майдане в Киеве. А люди, которые хоть раз интересовались этим направлением человеческой деятельности, они понимают, что носить трупы, петь песни, топать, хлопать, носить хоругвик, всякие, это, в общем-то, признаки религиозных обрядов, а это имеет еще свойство, кроме телевизора, создавать определенную ауру и накрывать колпаком, и делать то самое социальное давление, когда даже в толпе, если будут люди не согласные, они все равно будут подчиняться социальному давлению доминирующего большинства. И таким образом получается ситуация, при которой даже если, например, Яценюк, которого переизбрали, ну, как бы не убрали с поста премьер-министра, оставили до осени, даже если Яценюк и побежит, или каким-то образом произойдет коллапс экономики, либо что-то еще произойдет, на самом деле, после того, как хунта побежит или сядет, или улетит, вот эта рознь, логика черная или белая, она останется в людях надолго, и по большому счету для технологов, планировщиков, которые запланировали и осуществили это стравливание, останется несколько методических инструментов для того, чтобы этот конфликт тянуть десятилетиями. А если еще учесть, что эти планировщики не только работают со взрослыми, представьте себе, на территории Украины есть огромное количество людей, которые точно так же, как и крымчане, родились во время Советского Союза, точно так же имели определенную самоидентификацию. Люди, работавшие, причем не сельских районов, знаете, не западная Украина, которая у нас традиционно считается, ну, Бандеровской, Свидомой и так далее, хотя хочу обратить внимание, что на территории Тернопольской области есть Почаевская лавра, и там есть община русской православной церкви, она примерно до полумиллиона человек. Так эти русские, живущие в Тернопольской области, они по вопросам самоидентификации нам многим дадут фору. Так вот, получается, что вот это стравливание для большинства граждан Украины, независимо, родились они во время Советского Союза, либо они родились уже после, оно может привести к тому, что запал, вот этот фундамент мышления, либо черное, либо белое, останется, а с учетом того, что они сейчас делают в детских садах и школах, они что работают, они не только стравливают взрослых, мы-то крымчане сохранили самоидентификацию. Люди, живущие на территории Украины, подвержены вот этому украинизации, вспоминаем закон о рекламе, обязательно применение украинского языка, а это ж новояз, украинский язык в том виде, который он сейчас формировался, а это смесь полтавского, литературного, украинского и вот этого галичанского, да, там, ну, масса слов, которые на полтавщине вообще никогда не применялось. И вот сейчас происходит этот синтез, и образуется так называемый государственный украинский язык, который украинским-то, по большому счету, для большей части территории Украины и не является. И вот самый важный вывод, который я хочу, к чему я хочу подвести, надо думать, надо не спешить, надо не вовлекаться в истеричные, скандальные разборки, надо всячески отмежевываться от логики черное или белое, которое является основным инструментом стравливания различных частей большого суперэтноса, а обсуждать только объективную реальность. Объективная реальность такова, что было столько, стало столько, зарабатывали столько, стало столько. Не будем говорить, кто прав, кто виноват, давайте посмотрим на то, что происходит у вас дома. И все, и уходите, не старайтесь переубедить человека в одно касание. Если оболванивание, если бандеризация, сведомизм людям прививалось 25 лет в мягком режиме, а после Майдана это два года жесточайшей бомбардировки мозгов при помощи телевизора и опять же социального давления, то в одно касание ничекого переубедить невозможно. Это можно только сеять вопросы, чтобы люди сами задавали себе вопросы, отходили от логики черное или белое, и сами пытались оценить объективную реальность. По большому счету, вот эта ситуация с процентным соотношением сведомых и русских, и неопределившихся, она на самом деле вселяет надежду. То есть, по большому счету, если четко понимать медийные технологии влияния на общество и понимать, что неопределившиеся вот уж точно в спорах пересказывают свой телевизор, то в тот момент, когда хунта побежит или сядет, например, вместе с ними, чтобы побежали или сели владельцы телеканалов, и программные директора, которые из Запада получают свои темники для того, чтобы формировать повестку дня и формировать аргументацию, так вот в тот момент, когда телевизор, например, поменяется в противоположную сторону, надо всего лишь от трех до девяти месяцев, если это делать правильно и грамотно, для того, чтобы неопределившиеся перестали испытывать социальное давление Бандеровского проекта и повернулись в сторону социального давления людей, которые являются убежденными представителями русского мира. И если это все понимать, не давить, не истерить и не стремиться сделать низкочастотные процессы, то есть растянутые во времени сегодня, то победа все равно будет за нами, и даже вот эти разговоры, что украинцы действительно сошли с ума, что люди исповедуют ненависть, люди жаждут крови, это все на самом деле связано с тем, что в Соединенных Штатах Америки, Великобритании и на Западе, в других странах существует в общей сложности более ста научно-исследовательских институтов, чего у нас на самом деле гораздо меньше, которые, поскольку Запад уже на протяжении тысячи лет испытывает ненависть и осуществляет экспансию в сторону русского проекта, и вспоминаем, и битва на Чудском озере, и вторжение поляков, ляхов в 1612 год смута, вторжение Наполеона, огромное количество русско-турецких войн, которые на самом деле тоже инспирированы Западом, потому что Турцию сформировали венецианцы, а венецианцы это на самом деле сегодня атлантисты, это как раз и есть представители глобального предиктора, атлантического крыла, основной центр управления которых находится в Лондонском Сити. И получается, что вот через такие плечи Запад осуществлял экспансию и все время не мог понять, почему он не может взять Россию. Россия всегда вооруженным путем отбивалась, причем отбивалась иногда так, что доходила до Парижа, до Берлина, и мало не казалось никому. И вот они создали эти более ста институтов для того, чтобы изучать наш психотип, для того, чтобы изучать нашу смеховую культуру, для того, чтобы изучать наши отношения между мужчинами и женщинами, для того, чтобы находить вот эту разницу. И самое главное в этой работе, к чему они пришли, они поняли, что воздействовать-то можно и на стариков через инструменты социального давления, на людей зрелых, на людей несостоявшихся, которые за три копейки, в общем-то, сделают многое по разрушению своей страны. Но самое главное, что они делают, это то, что они начали работать с молодым поколением, причем методически очень грамотно. Такое чувство, что эти институты поставляют и печатают методички для детских садов, для проведения вот этих праздников бандеровских, когда дети начинают кричать речевки, требующие смерти ватникам и колорадам, когда проезжающие колонны каких-то управленцев на Западной Украине, а люди обязаны выйти и стать на колени. Это такая культура формируется. И вот, по большому счету, Украина, самое страшное, что сейчас там происходит, это не тот факт, сможем ли мы наладить общий язык с нашими сверстниками, тем, которыми 40+. Самое главное, сможем ли мы нормально сработать с вот этим молодым поколением, которое сейчас учится под украинским флагом, и на самом деле им проповедуют, а люди говорят на русском языке. На украинском больше сейчас, но они понимают русский язык. Вот самое главное, что будет с молодым поколением, не стала ли Украина рассадником Бандеровского проекта на 20 лет вперед, и какими методами информационными, социальными, от человека к человеку мы сможем компенсировать работу этих 112 примерно институтов, изучающих наш психотип. Военным путем победить нас невозможно, а вот перехватить управление через молодое поколение оказалось, что таки да. В эфире была информационная война. Спасибо за внимание. Встретимся в пятницу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова